Мы сегодня в Юдеборге на границе можно сказать Юдеборг 2 и Юдеборг пешеходный Мост через ЖД, ведущий на Фоксберг, он виден дом, ДОС, сегодня 25 января 2014 года, мы с вами Юдеборг Зима здесь уже с неделю, как вступила в свои права, довольно холодно, сегодня, именно сейчас 11 градусов мороза, это самая высокая температура В первый раз, но, видимо, и последний, и последний раз Фотографии мы уже сделали, какие смогли На морозе аккумулятор быстро выходит из строя Не предназначены эти камеры для холодных условий Да, и вместо возможности есть еще сделать видео Я ушел в эту сторону, иду обратно И вот небольшое видео будет, мы не будем делать его 29 минут Даже если мы захотим, не сможем этого сделать, видимо, закончится раньше Но, тем не менее, по этой дороге ходили многие из вас, уважаемые участники группы Кто в школу, кто по служебной надобности Надеюсь, вы узнаете Летом подобное видео сделать невозможно, ничего этого будет не видно С левой стороны просматривается штаб танковой дивизии Но далее левее школа советских, детей советских военнослужащих Что-то ни один поезд не проезжает Обычно, когда фотографируешь здесь ходишь, они проезжают Сейчас почему-то их не видно Многие объекты уже снесены Некоторые мы успели запечатлеть на фото Некоторые снесли еще до нас До того времени, как мы стали с вами этим интересоваться Пропустим сейчас человека с собачкой Вот он идет, и потом будем смело идти Прошу Не собачка с человеком И не человек с собачкой Это вот бараки при ливии По ту сторону ЖД Далее будут 4 гостиницы Видео, смотрю, получается толстым Пасмурно Как бы не пошел снег Но обещаю такую погоду морозную еще сегодня, еще завтра Потом уже якобы будет тепло Морозы кончатся И будет весна Но в всяком случае, даже весны, если не будет То уже будет гораздо теплее, чем сейчас Впереди нас вокзал А также автобусная остановка В будние дни здесь Эта территория заставлена автомобилями Вот, например, как этот стоит Но этот стоит, видимо, давно Здесь парковки не хватает для всех Люди приезжают, оставляют здесь свои авто А далее едут по своим надостям на поезде Очень удобно Сегодня пустует, поскольку Суббота, выходной день Мы видим, что много места Для автомобилей Летом все это Не разглядеть из-за растительности Это, видимо, часть рампы С этой стороны было С клятским помещением был Объект в кадре Вот он сейчас Ну, далее вон опять Мы видим мост Пешеходный Через ЖД Вот и поезд Который Ждал Не ждал я его Проскочил Не успел Не успели мы даже сосредоточиться Из-за кустов Знакомый Автомобиль Понятно, что сегодня Нельзя сюда было приехать На велосипеде И на мотоцикле Вот, чтобы номер увидали Знакомые авто Вот этих гостиниц Четыре гостиницы Вот здание Какое-то здание Было на фото И на видео Мы запечатляли Начали его ломать И вот успешно Ломают Это здание продается Боюсь, что никто его не купит Также будет под снос Поезд, который ходит на Алтаслагерь Идет на подздам Через Алтаслагерь Который Брицин Отстаивается Здесь Вот это здание Которое я уже говорил Сносится Сейчас мы увидим Эскаватор Наверное, уже его видно Солнышко в дымке Но все-таки появляется Зима Позднее В этих краях Извините Вон виден Желтое здание Штаб дивизии Штаб танковой дивизии Надеюсь, вы сориентируетесь Уважаемые участники группы Вот ломают Не только ломают Здание, которое Занимали мы Советские войска Ломают то, что им не нужно Ну, мы вышли на вокзал Опять-таки Здание Которое Четыре гостиницы Процепились Название Удобно Так сказать Это Парковка велосипеда Сейчас мы будем Уже заканчивать Наши видеоролик Нет нужды Его делать большим Вокзал Состояние вокзала Самого здания Удручающее Плачевное Никто его не ремонтирует Содержится отвратительно Как и все здания Похожи Подобные Только касса работает Там что-то продается Еще кроме кассы Вот люди Можно увидеть Чтобы не говорили А где же люди Вот они Есть Какой-то поезд подошел Нам он не нужен Пройдем На выход От вокзала Там закончим На парковке Мне еще вернуться Нужно к авто Руки замерзли Ну 11 градусов Я уже говорил Может быть 10 Пока я хожу Но мне кажется Сильнее Чем 11 От мороза От холода От холода Хотя это Что такое 11 градусов Для этой темы Мы не будем Поднимать Вот поезд Это что Парковка Вокзальная Тут где люди Оставляют Свои авто Я уже говорил По какой причине Оставляют Еду дальше На поезде Мы здесь Бывали с вами Неоднократно Видео Делали Как и фото Спустимся Вниз Ступеньки Как видите Не обледенелы Посыпано Солью Чем Впереди Магазины Через дорогу В добрые Старые времена Когда мы Здесь еще Находились Последние Годы Нашего Присутствия Эти магазины Уже Были Вправо Где машинка Выскочила Зелененькая Выйдем С вами На Вот из лагеря Через Ноис Лагеря На госпиталь На этом Мы выйдем Налево И Фуксберг Слева Влево Пойдем Вот Тут с вами Спустились Вокзал В магазине Давайте Пройдем На площадку Магазинную У нас Есть возможность Это сделать По времени Посмотрим На магазине Магазин В сети Эдека Супермаркет Людей Довольно Свободно На этом Магазин Ну а дальше Эдека Дальше Отделение Банка Шпаркасса Магазин На меня Смотрит Подозрительно Ну и первый раз Эдека Мы в нем Бывали с вами Видео Видео Не делали Делали Фото В альбомах Группы Имеются Фотографии Довольно Многие Ну и вот Мы прошли с вами По площадке У магазинов Шпаркассы Это стоянка Для тележек Тележки используются Сами знаете Для чего Здесь Ложим Одно Евро Берем И тащим Набираем Продуктов Ложим Автомобиль Тележку На место Забираем Своим Евро Влево По дороге В центр Вот дорога идет Машина Машина Туда пошла Прямо Русский вокзал Видно Надеюсь Замерз Замерз Агиптик Замерз Агиптик Замерз Поскольку Что-то Что-то С камерой Случилось Время Еще у нас Есть Но Нету Возможности Продолжать Всем Всего доброго До свидания Напоминаю Сегодня 25 января 2014 Года Юдебор Зима Который Давно Не было Попрощался Сам Не бросаю Камеру Вот так Можно Выйти на Вокзал Вот он Видит Может быть Ничего не произошло С камерой Мне кажется Очень мутное Изображение Получается Попробуем Мы здесь С вами Спустились Вокзал Дорога Идет Как указывает Стрелка Влевее На Фуксберг На Рекенвальде Можно Выйти Но Вправо В центр Шильда Указан Что-то Здесь Не почистили Тротуар Посыпали Чем-то У нас Еще Много Времени С вами Мы Еще 20 минут Не ходим Покидаем На территорию Магазина Пройдемся Немного По Фуксберг У нас Так получилось Что У нас Есть Возможность Это сделать И Воспользуемся Этой Возможностью Мы Почти Что Круг Уже Сделали С вами Круг Правда Еще Не Замкнулся Вот Видите Санки Снежки Все Атрибуты Присутствуют Но тут же Велосипедист Адриха Подальше Ведет Велосипед Вот Здание Которое Ломается Написано Кто Что Чего Ну Как и Везде Указано Что Велосипедная Дорожка Здесь Заканчивается Но мы Не на велосипеде Нам Это Не Грозит Сейчас Мы Пройдем С вами По Красной Дорожке Вот Еще Мы Сейчас Посмотрим Где Мы Прошли Вот Дорожечка Красная Это Для Велосипедиста Для Пешехода Спокойно Можно Уйти А вот У тебя Должны Пропустить Мы С той Стороны Были Видели Это Здание Ломается Стояло Долго Время Пустым Не Воскреплено Сносится Будет Снесены Многие Другие Здания Которые Пустуют До Сих Часто Мы Упоминаем Четыре Гостынице Вон Они Видны Видимо С этого Места Они Не Были Видны Когда Здесь Это Здание Было Теперь Видно Вот Написано Что Это Здание Продается В Здание Ранее Размещалось Какое-то Училище Работников Железнодорожного Транспорта В таком Луче И так Уговорили Участники Группы Автостлагерь Готовили Проводников Будь Быть может Каких-то Стрелочников Других Работников В этой Отрасли Транспорта Продается Указан Номер Телефон Продается Указан Номер Телефона Я думаю Приветствует На самом деле Может быть Наоборот Не приветствует Вот Впереди Здание Порой Танковой Перейдем На эту Сторон Это Мы уже Идем По Фуксберг Бывали С вами В этом Здании Именно В этом Крыле На Всех Этажах В Подвальном Помещении На Чердачном Помещении Жилой Жилой Дом Здесь Видимо Было Оживленное Движение Пешеходное Сейчас Нет Как и летом По ним Пани ходят Да Бывали Фото Мы делали Размещенные В альбомах Группы Квартиры Людей Здесь Довольно Большие По 5 По 4 Комнат Огромный Вестибюль Как правило Легистичная Площадка Как назвать Можно Перилы Песницы Шикарные А в этом Крыле Живут люди С физическими Отклонениями Во всяком случае Жили Сейчас Я Не могу Утверждать Большой Получился Видеоролик Я уже И прощался Один раз Посмотрим Может быть И получится Постыреть Недолго Еще раз Посмотрим Здесь был Забор Вон Куча Бетона Это забор Недавно Повалили Пишут Участники Групп Кто здесь Охранял Это здание Кто-то Работал Ну мало В основном Отживы Только Те Кто был В охране Кто работал Почему-то Нет Вот Так мы До школы Дойдем Простите Зима неожиданно Настала Для всех В 20-х Числах Почти что Января Выпал Первый снег Первый мороз Все первое Уже думали Не будет Зимы Ошиблись В этом доме Проживали Участники Нашей группы В то далекое время Как Впрочем И в этих домах Которые С левой стороны Мы здесь Мы здесь уже Видео Делали Ходили здесь С вами Не так давно Вот так Вот так Прямо Вот так Уже Виден Мост Через ЖД От которого Мы начали Наш Видеоролик Вон он Зеленый Может Кончится Сейчас У нас В любой момент Видео Я уже Попрощался Все таки Будет 29 минут Времени Экранного Времени Вот так Буду рад Если он Будет Востребован Вам Уважаемый Участник Игру Что-то Кто-то Вспомнит Кто-то Увидит Нас Пропустил Дяденька Вот Здание Школы Школы Номер 71 Детей Советских Вольнослужащих Уговоров Бывали Мы Неоднократно С вами В школе Делали Видео Только По дворе Так Мы даже Косулю Здесь С вами Видели Автобусная Остановка Косулю Видели Мало Кто Просматривает Видеоролики Которые Размещены В материалах Группа На других Ресурсах Особенно Косулей Мне Он Был Интересен Представляете Прям В центре Города Косули И Часто Встречал Где Либо Вот Здесь Мы Сегодня Уже Были Этот Дом Тоже На Фото И На Видео Встречал